Welcome everybody to a Berlinale meet with a director from Kazakhstan, whose film Happiness will be shown in our panorama section. Please welcome! Оскар Узабаев. Добрый день! Оскар, это ваша первая встреча на нашем фестивале, на Berlinale? Да, это мой первый, наверное, такой большой серьезный фильм о большой серьезной проблеме. И я думаю, это первая встреча в Берлине, но не последняя. Первая и сразу, если можно уже предупредить зрителей, несколько шокирующую встречу. Ну, да. Потому что в фильме, как вы сказали, о серьезной проблеме. Может, расскажите? Да. Ну, идея буквально родилась у нас год назад, снять это кино, вместе с нашим продюсером, с Баяной Синтаевой, с Баяной Максат Козы. И, вы знаете, просто ей было вдвойне сложно снимать это кино, потому что она тоже переживала эти моменты, как женщина. И поэтому мы очень долго думали, как же подойти к этому фильму, чтобы сделать кино не просто об ее трагедии личной, а сделать кино вообще у всех женщин, которые находятся в такой ситуации. Очень непростой. И, наверное, сейчас я просто понимаю одну очень важную вещь, что это кино не о проблеме, которая вот случилась буквально вчера. Это кино о катастрофе, в которой мы уже живем. И только мы сами ее можем исправить. И вот очень сильно хочется, чтобы после просмотра зрители задумались о том, что мы сами можем эту проблему исправить. И больше, наверное, никто. Конечно, хочется, чтобы государство в этом тоже принимало участие, тоже приняло какие-то законопроекты, которые будут защищать женщину. Но все же, на самом деле, вся проблема и все решение этой проблемы кроется в нас самих. Это, наверное, один из важных месседжей нашего фильма. А как вы бы вообще называли проблему? Это просто домашнее насилие или это мизогиняя? Ну, когда мы только начали разбираться, и я как режиссер начал искать корень происходящего, я понял, что у этой проблемы так много триггеров и так много факторов, что нельзя сказать, что только что-то одно мы можем искоренить, и проблема сразу исчезнет. Потому что в кого-то это вкладывается с детства, кто-то с возрастом все это переживает и приобретает на себе, и у кого-то это болезнь психическая, психологическая. И поэтому очень сложно сказать о том, откуда вот происхождение этого всего. И поэтому это такой замкнутый круг, и это круг побегу такой вот вокруг всей этой проблемы. Потому что, ну, я с ужасом обнаружил то, что мы не можем дать ответа конкретно. И это ужасно, и это трагедия. Да, и фильм, мне кажется, все-таки оставляет именно этот вопрос как-то открытым даже. Откуда это возникает? Он просто показывает прямым образом и, конечно, и тонким образом, потому что настолько как бы жестокое, что нужно, конечно, приемы, которые немножко дают вообще зрителям возможность это смотреть и воспринимать. А сцены, когда просто бьют очень сильно женщину. Но вы уже сказали, что на самом деле проблема универсальная, но все-таки вы начали с разговором с Баяном. Может быть, просто в Казахстане это очень личность знакомая, может быть, и история очень знакомая. А у нас-то нет, может быть, вы об этом коротко объясните. Наверное, ну, насколько я имею право говорить об этом, может быть, с ее уст это будет правильнее. Ну, я расскажу просто о том, что, да, Баян тоже долгое время находилась в таких отношениях. И это все вылилось просто в один очень большой неприятный инцидент, где она чуть не умерла. И мы за этой новостью наблюдали там в течение месяца-двух. Она лежала в тяжелом состоянии в реанимации. И, собственно, она справилась, и она выжила. Но потом у нее был сложный период реабилитации. И когда она меня позвала, она была все время продюсером коммерческого кино. Мы с ней снимали комедии, мы снимали кино такое фастфудовое. И когда я к ней пришел, и она говорит, хочу снять серьезное кино об этой проблеме, я сказал, это круто, я тебя поддерживаю. Я тоже думал, что нужно снять кино об этой проблеме, потому что очень много документального кино у нас сейчас в Казахстане проявляется. И наши документалисты пытаются рассказывать о таких женщинах. Но фраза Баяна на меня сразу уже вывела из себя и в тот же момент вдохновила. Она сказала, для чего-то я выжила. И я выжила, чтобы сделать этот фильм. И все, и вопрос отпал. И я просто сказал, дай мне два дня, и я тебе принесу синопсис. Отлично. Да, работали, кстати, очень много женщин работало над этим фильмом. Мой соавтор Асем Жапишева, она является активным журналистом в Казахстане, который пишет на эту тему. И поэтому у меня не было никаких сомнений, что именно она должна рассказать эту историю. И мы пытались создать среднестатистическую казахстанскую семью, в которой это происходит. Потому что самое ужасное, что это происходит в семьях, в которых ты не думаешь, что это должно происходить. И это страшно. И страшно то, что после того, когда это случается, люди почему-то пытаются жить той жизнью, в которой они жили. Они не пытаются ее поменять. И они понимают, что мы сейчас восстановимся, и все начнется заново, но, может быть, этого уже не произойдет. Но если это произошло один раз, значит, это произойдет и второй, и третий раз. И это ужасно. И я говорю, многие женщины, я иногда не понимал нашу главную... Ну, я понимал, почему так происходит, но чисто как человек, я не понимал, почему она вот до сих пор с ним. И поэтому есть у нас такой еще один фактор, что наша семья, она тоже должна в этом принимать участие. У нас, ну, такие люди очень семейные, и они пытаются всегда после того, как происходит какой-то конфликт, люди хотят развестися, они всегда пытаются их мирить. Они всегда пытаются создать иллюзию, что вот все будет хорошо. И отчасти, наверное, наши семьи тоже виноваты в том, что происходит в семьях, потому что они пытаются решить проблему так, как она уже не должна решиться. Есть такой момент в фильме, который мы решили раскрыть уже сейчас зрителям. Вот первая сцена, которую мы выбрали, клип, когда вот эта женщина, с которой это все происходит, сидит в машине с дочкой и совершает некоторым страшным образом такой круг, про который вы говорили, что вот это передается. Ух-та! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok который просто супер играет, Лаура Мирзахметова. Вообще ваши актеры все блестяшие. И муж, который такой жестокий, ярбалаток, хажа, великолепные актеры. Лаура вообще совершила большое усилие над собой, потому что во время съемок мы думали, что мы фильм законсервируем, потому что шесть актрис, которым я предлагал сниматься в этом фильме, они мне отказывались. И постоянно вторым номером шла Лаура. И я очень рад, что я донес до нее, что мы делаем что-то важное для нас, что я могу объяснить ей каждую сцену, что вот она именно должна быть такой, а не другой. Поэтому спасибо, да, Лауре и актеру. Да, это замечательно. И мы сейчас посмотрим эту сцену, где она, где все уже показано на лице, но все-таки она сама воображает какое-то другое сценарию. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, зритель до этого Субтитры создавал DimaTorzok И что с ним ничего не должно произойти Это, наверное, о том, что многие женщины сами виноваты В том, в какой ситуации они находятся И это явилось таким усугублением Что, опять же, возвращаясь к тому, что ты теперь можешь решить свою судьбу И ты этого не делаешь И это страшно Ну, вы же еще видели фильм Вы же видели, как на нее влияли все, чтобы она пришла к этому И вот мы ждем и думаем, скажет ли она Правду И она говорит, да, свою правду Который, ну, все там понимают, что... И в конце вы же видите, что приходит человек, который знает это все И говорит, слушай, что тебе надо сказать Все понимают И в нашем обществе точно так же, да Все знают, как это происходит Мы живем в таких больших квартирах, домах Где все слышат друг друга за стенкой И никто не пойдет никого спасать И вот, наверное, этот замерзший балхаж Который невозможно ничем пробить и сломать Вот он и есть Как бы проблему утопающих Дело рук самих утопающих Так что вы тоже должны быть активными Да Мы, собственно, это и разбирали Спасибо, Оскар, за, правда, очень плотное и объяснение, и раскрытие Но все-таки остается, конечно, особенно под концу фильма Очень много таких поворотов, немножко неожиданных Мы об этих не будем сейчас рассказывать Хотелось бы поблагодарить вас и поздравить вас с участием на Берлинале У нас, как вы знаете, наверное, уже из программы Очень мощный год для казахского кино Есть в программе форум фильм Даржана Мирбаева А есть в «The Generation» фильм Фархада Шарипова И вы в «Панораме» Так что, я думаю, как раз страна, которая недавно у нас возникла Как страна-чудо-восстанов или бунта, я не знаю В медиях сейчас немножко показывается с разных сторон И, конечно, у вас универсальны Потому что вот эта проблема действительно существует везде, по всему миру И очень смело с вашей стороны его так прямо показать Спасибо вам, Аскар К нашей общей проблеме Спасибо Это очень важно для нашего кино Потому что мы хотим достучаться до всех Если это возможно Если мы все вместе просто об этом начнем говорить и искать решение этого Спасибо вам, спасибо Берлину Спасибо 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 Спасибо